Тает снег, тает и асфальт. На Тверских дорогах после постоянных погодных качелей от глубокого минуса к высокому плюсу появляется все больше глубоких ям. Так, выбоины, как грибы после дождя, появились на улице Шишкова, что создает большие проблемы для жителей сельского поселения, граничного с Заорским районом города. Наш корреспондент проехался с инспекцией по областному центру и выяснил, где можно оставить свой автомобиль без колес. Участок улицы Шишкова от Исаевского ручья и до поворота на деревню Глазково стал в буквальном смысле больным местом для жителей Михайловского сельского поселения, которые каждый день ездят в город. Дорога в таком состоянии, что это пробки утром, когда все люди едут на работу, детей везут в школу, в сады, иногда стоим по часу. То есть приходится иногда за полтора часа выезжать из дома раньше, чтобы ребенок успел в садик или в школу. То же самое обратно. А в дождливые дни ситуация обостряется еще больше. На обочинах скапливаются автомобили с пробитыми колесами. Ведь ямы заполняются водой и становятся опасным сюрпризом для залетных водителей. По предположению местных жителей, дорога развалилась из-за интенсивного движения по ней большегрузов и плохой несвоевременной очистки. Когда снег и лужи то замерзают, то оттаивают. Тогда встал вопрос о необходимости ямочного ремонта. Мы очень ждали, что на Новый год хотя бы нам департамент благоустройства и дорожного хозяйства сделает подарок и отремонтирует, сделает ямочный ремонт. Но, к сожалению, нет. 11 числа января я звонила, меня связали с начальником отдела по ямочному ремонту. Он обещал, что в течение недели ремонт они произведут. На прошлой неделе начал производиться ямочный ремонт, но вот прошла неделя, до сих пор он не закончен. К технологии ремонта, а также в целом к процессу у местных жителей много вопросов. Большие ямы, конечно же, заделали. На днях на улице Шишкова асфальт отремонтировали, но почему-то выборочно. Одни выбоины залатали, а другие по-прежнему остаются на своих местах. То есть вроде бы ямочный ремонт фактически и сделан, но доделан ли? В социальных сетях представители администрации на претензии ответили, что объект на контроле. И это был первый этап ремонта. Не меньше ямы образовались этой зимой и на улице Георгия Димитрова. Здесь они разрастаются не только вширь, но и вглубь, оголев куски арматуры. На улицах Красина и Вторая Красина также растут выбоины. Пока не глубокие, но ведь и зима еще не закончилась. В центре Твери в буквальном смысле занозы на пути автомобилистов, торчащие в асфальте на мосту через тимаку арматура. В целом в Твери есть места, где можно остаться без колес. Причем появились они именно с ноября месяца, по наблюдению горожан. Что касается ямочного ремонта и его сроков, пока информации официальной нет. Об опасных местах стоит сообщать в департамент дорожного хозяйства Твери, как это сделали жители Михайловского сельского поселения. Там, по крайней мере, самые опасные ямы устранили с пути автомобилистов. А если вы все же попали в такую колдобину, и вашему автомобилю в результате нанесен материальный ущерб, то это нужно фиксировать и оформлять как ДТП, что дает шанс на получение компенсации. Продолжение следует...